Уважаемый Фадхула Рамазанович, вы награждены высшим орденом Чеченской Республики Ичкерия, Камансий, честь нации, но все называют вас героем Кавказа. Почему? Дело в том, что Чеченская Республика Ичкерия была форпостом свободы для всех народов Кавказа. И кроме того, я являюсь продолжателем геополитической доктрине, геополитических идей, таких выдающихся деятелей Кавказского освободительного движения, как имам Шамиль, как президент Джохар Дудаев, как президент Зелимхан Яндарбиев. И поэтому люди это понимают, люди видят мою деятельность в этом направлении, и поэтому именно называют героем Кавказа. Ваше интервью о легендарном имаме Шамиле вызвало большой резонанс, но некоторые выступают против и говорят, что он не герой, и что он сдался в плен, и даже некоторые историки этого же мнения. А вы как думаете? Я считаю, что утверждение о том, что имам Шамиль сдался в плен, или о том, что его взяли в плен, это абсолютно ошибочное утверждение. Абсолютно ошибочное утверждение. С юридической точки зрения никакого плена не было. Плен – это с терминологической, с научной точки зрения, это когда комбатанты, то есть военнослужащие, которые ведут вооруженную борьбу, войну, и некомпотанты, которые обслуживают вооруженные силы, сдаются в плен, то есть их свобода ограничивается. С юридической точки зрения – это плен. Что касается имама Шамиля, то все факты говорят о том, что никакого плена не было, и что был заключен договор между Россией и имаматом Шамиля, то есть между государственными деятелями, между государствами. Реально имам является главой государства. Он был государственным деятелем, руководителем государства. Поэтому он непростой военнослужащий, и подходить с военной точки зрения абсолютно невозможно. Он – высший государственный деятель. Впрочем, как и некоторые наибы, которые до него в множестве своем заключили соглашение с наместником Кавказа Борятинским. Значит, после заключения этого договора, фактически Шамиль выполнял условия этого договора. С точки зрения реальности, он не пошел, подняв руки, чтобы сдаться. И ни у одного добропорядочного, добросовестного человека не поднимется, не шевельнется язык, как говорится, чтобы обвинить его в том, что он сдался в плен. При самых критических условиях, он заключил договор с государством, российским государством. И никогда нельзя забывать о его статусе. Именно о статусе государственного деятеля. И еще раз повторяю, и прошу у историков, у юристов рассмотреть этот вопрос более подробно и устранить это ложное понятие – плен. Не было никакого плена. Был заключен договор. Причем этот договор известен как прокламация Борятинского, то есть наместника Кавказа Борятинского. А Борятинский действовал от имени царя. Этот договор был согласован с царем персонально, потому что Борятинский был личным другом царя. Он имел прямой доступ к нему. И, соответственно, со всем правительством России. Поэтому надо с юридической точки зрения пересмотреть утвердившееся в исторической науке ложное понятие плена. Это ложная концепция. Из каких источников вы берете эту информацию, что вот он не сдался в плен? Значит, во-первых, я вам говорю, я уже сказал, что с юридической точки зрения не совпадают все действия, которые были совершены имамом Шамилем и действия царской администрации самого царя в отношении имама Шамиля. Они никак не совпадают с пленом. Нелогично все просто. Да, первое. Просто нужно людям, которые занимаются этим вопросом, уточнять термины. Не уточняя термины с научной точки зрения, с юридической точки зрения. Эти люди занимаются просто говорильней, уличной болтовнёй. Вот как уличные хулиганы в интернете пытаются рассуждать о таких глобальных событиях, о таких масштабных личностях, как имам Шамиль и другие имамы и наибы того времени. О таких личностях невозможно с современной, дегенеративной, совковой точки зрения рассуждать. Большинство современных людей – это постсоветские дегенераты, извините меня. У них нет элементарного иерархического мышления. Они размышляют только на уровне улицы, на уличном уровне. Тот же Тумсо, тот же Кадыров – это люди уличного уровня мышления. У них нет никакой информации, они абсолютно некомпетентны в этих вещах, о таких масштабных личностях и масштабных событиях. И эти люди пытаются на такую же уличную публику распространить своё мнение. Он не был в плену, он заключил определённое государственное соглашение. Кстати, об источнике. Я персонально видел этот договор. Он был опубликован во многих журналах и газетах в Дагестане во время перестройки и демократизации, пока путинский режим, кровавый путинский режим, снова не закрутил гайки и не начал новые провокации на Кавказе. Понимаете? И эти источники существуют. И прокламация Борятинского – это реальный источник. И историки знают о пунктах соглашения. Там прямо было сказано, прямо было сказано, что вся вера, вся религия неприкосновенна. Жилища неприкосновенны. Земля неприкосновенна. Более того, им, горцам, отходили определённые территории. Кроме того, горцы, то есть дагестанцы, чеченцы и другие народы, которые входили в имамат, да и все народы Северного Кавказа получали возможность службы, государственные службы и службы в армии. Более того, сохранялись полностью шариатские законы. И даже адаты, обычаи, традиции, культура абсолютно не затрагивалась по этому соглашению. И фактически, до революции, до революции 1917 года, все эти пункты соглашения соблюдались в основном. Конечно, были какие-то перегибы в связи с политической ситуацией самой России, были какие-то перегибы в ту или иную сторону, были восстания народов Кавказа, северокавказских народов и в Чечне, и в Дагестане. Это тоже известно. Но, в целом, это соглашение соблюдалось. Это было государственное соглашение. Значит, можно сказать, что вы самостоятельно провели такой анализ, такое исследование, историческое, можно сказать, этого исторического факта. Да, безусловно. Я стараюсь, когда касаюсь какого-то вопроса, досконально исследовать не только укон, то есть видимую часть ситуации, но и миональные, миональные, глубинные процессы в самой диалектике и исторической динамике этих процессов. Поэтому это очень важно. Среди кавказцев идет очень острая полемика по поводу имама Шамиля. Не приведет ли это к конфликту между народами? Я думаю, что никакого конфликта это не вызовет. Я уже говорил, что это очень полезная дискуссия, несмотря на провокационный характер. это была попытка провокации со стороны кремлевской мафии, определенных мафиозных сил, чтобы ликвидировать единство народов Кавказа в национально-освободительной борьбе, в борьбе за свои права, за права человека. Это такая провокация, чтобы отвлечь народы в примитивной уличной грызне. И примитивные фашистские элементы подхватили эту кремлевскую провокацию, эту инициативу в кавычках, продолжают поливать друг друга грязью. Однако и в Чечне, и в Дагестане есть очень позитивные силы, которые преследуют высокую идею единства народов. И прежде всего это люди, которые исповедуют, реально исповедуют ислам и движимые истинные и справедливости. Но такие лицемеры и лжецы, которые отпустив бороды, одев тюбитейки, чалмы, ведут народы к фашизму, к нацизму и столкновению очень ограниченные люди с примитивным мышлением. Радикалы это... Я думаю, среди них есть радикалы тоже. Чисто нацистские мыслящие, фашистские мыслящие, примитивные радикалы. Но это прежде всего уголовные элементы. Такие как Шайка Гадырова. Гадыров враг чеченского народа. Он сатрап кремлевской мафии. Он открыто говорит «Я пехота, я пехотинец, я пешка Путина». Он открыто говорит. А Путин это палач народов Кавказа. Это палач чеченского народа. И его преступления доказаны. И сейчас сами чеченцы дали заявление в Гаагский трибунал. И Гаагский трибунал уже давно принял это заявление. И это заявление обсуждается в Гаагском трибунале. И Путин рано или поздно будет привлечен вместе с Кадыровым к ответственности. Это международное преступление. Это преступление против человечности. Поэтому мнения вот таких уголовных элементов не должны играть ключевую роль в отношениях международов. Ключевую роль здесь играют чеченские лидеры, которые находятся в оппозиции. И вся оппозиция находится все достойные чеченские лидеры находятся за границей. И они ведут политику именно ту, которую вели Джохар Дудаев Залимхан Андарабиев и другие выдающиеся лидеры чеченского движения сопротивления. И тот же шейх Мансур, если взять историю, тот же Ташав Хаджи, который персонально и пригласил и провозгласил имамом Шамиля, имамом Чечни и Дагестана. И вот такие примитивные уличные люди не могут решать судьбу народа. По свидетельству многих чеченских лидеров, Кадыров это фактически пустое место. Он уличный хулиган. Ну максимум он мог быть главарем шайки. Просто в России идет такой процесс. Россия захвачена моноэтнической преступной группировкой во главе с Путиным. И эта преступная группировка мобилизует преступные элементы по всей России для поддержки этого преступного уголовного режима, воровского режима Путина. Вся Россия сейчас кричит Путин вор. Это сегодня очевидно. И не только мобилизует по всей России. Он мобилизует все преступные силы во всем мире. Всех уголовников. И КГБ точнее ФСБ в его современном виде это фактически является инструментом вот этой преступной моноэтнической группировки. Не только КГБ, фактически российское государство сейчас является инструментом для корыстных, для обслуживания корыстных интересов этой моноэтнической преступной группировки, которая сидит в Кремле. И безусловно они пытаются стравливать народы. Это старая древняя доктрина. Еще римские рабовладельцы говорили разделяй и властвуй. И так они разделяют и властвуют над народом. Спасибо большое. Из вашего интервью видно, что вы за единство Кавказа. Хотелось бы задать вам еще очень-очень много вопросов, но я надеюсь, мы поговорим еще в следующем интервью. Спасибо.